Украинский боксер Максим Бурсак Когда вы узнали на тренировке о том, что боя не будет? О чем вы подумали? Вот первая ваша мысль Здравствуйте, спасибо, что пригласили Очень приятно находиться здесь Был очень огорчен, поскольку прошли серьезный сбор в хорошей форме И, блин, как раз за неделю до вылета объявили, что Сондерс получил травму Было очень неприятно, но это жизнь, это спорт, никуда от этого не денется И мы приняли решение провести промежуточный поединок во дворце спорта А Сондерса надеемся вытащить в ринг, если он берется смелости летом Какое наказание понесет сторона? Никакие в контракте не прописано Это спорт, спортсмен может травмироваться Я травмировался когда-то, противники мои травмировались Это, в принципе, нормально Это обидно, но это нормально, это часть нашей профессии Поэтому мы, может быть, перенесем этот бой на более поздний срок Я же говорю, если Сондерс наберется смелости выйти против меня в ринг То мы, может быть, летом побоксируем Ну вот, честно говоря, когда я готовилась к нашему интервью Я увидела его комментарии о том, как он травмировался Я думаю, вы об этом тоже знаете, я не буду вообще сговорить Да, мне было очень странно это увидеть Либо это какой-то пиар-ход, либо он просто вас испугался Как вы к этому относитесь? Не знаю, я считаю, он трус, скажу честно Он неплохой боксер, но где-то такой трусливый А по поводу того, как он травмировался, я не знаю Мы мог бы посоветовать ему, пускай найдет девушку Чтобы она ему эти вещи делала А он пускай в спортзале тренируется У вас такое интересное прозвище «Тигр» Откуда оно? Это болельщики, журналисты дали мне еще в 2006 или 2007 году И так оно привязалось ко мне У вас есть кумир? Нет, кумиров нету В спорте есть люди, которые мне нравятся как спортсмены, а кумиров нету Мне нравится Мэй Уэзер, как боксировал Самый первый, на кого я оровнялся, это был Владимир Кличко Да, Владимир Кличко в 1996 году, когда он стал олимпийским чемпионом Я наблюдал за ним, за его карьерой, затем за Виталием И так вот как-то он подстегнул меня прийти в боксерский зал и посидение он здесь Я думаю, вы смотрели бой Кличко и... Фьюри Да, вот Фьюри, да Фьюри это друг Сондерса Они два друга, да, они там одногодки, по-моему, два друга и два болтуна таких говорливых Я держу кулаки, чтобы Владимир Кличко в реванше Я, может, полечу, скорее всего, туда, в Манчестер Дай бог подготовиться хорошо и покажет место Фьюри, где он должен быть Мне кажется, это случайность была, там, где он победил его Это вот необъяснимые вещи Я думаю, в реванше все станет на свои места Вы входите в боксерскую промоутерскую компанию, когда два братья в Кличко С чего началось ваше сотрудничество? Я один из первых, кто вообще, вот сейчас он на боксеры, попотягивались молодые Ничего, ну, Виталий Кличко, у меня было предложение со штатов, с Европы Виталий Кличко предложил мне, ну, зачем улетать, если можно как спортсмен реализовать себя здесь, в Украине Я владел разными титулами, но вхожу на мировые десятки всех рейтингов, и поэтому я доволен своей карьерой Вы бы хотели поехать на Олимпийские игры? Это мечта любого спортсмена, но я профессионал Я считаю, что профессионал должен быть профессионалом А Олимпийские игры – это любительский спорт Когда, вот, например, закончится ваша карьера Вы бы не хотели повторить карьеру Кличко, Виталия, и пойти в политику? Ну, мысли есть такие, посмотрим Пока я об этом не думаю, да В принципе, мысли есть, да А лично вам предлагали переехать и выступать на другие страны? Да, предлагали, много раз предлагали Соединенные Штаты предлагали В Европе несколько промоутерских компаний предлагали А почему вы отказываетесь? Не знаю, здесь у меня семья, здесь у меня спорт, где я рос Здесь у меня бизнес, здесь у меня родственники, родные, друзья Как-то уезжать тоже не особо было желание У вас есть какой-то оберег или талисман, когда вы выходите на ринг? Талисман? Моя дочка, наверное, которая болеет за меня, переживает Ну и вера в себя Все чаще слышу от украинских тренеров и спортсменов о том, что после Олимпийских игр многие уедут Как вы к этому относитесь? Как вы думаете? Человек, спортсмен хочет себя реализовать в спорте Для этого нужна финансовая составляющая Конечно, если спортсмену предложат хорошие условия, там в Германии, допустим, финансово Ну, не думая, уедет туда Это должны думать наши спортивные комитеты Олимпийские Украина – это одна из таких самых сильных стран по спорту, по всем видам спорта, а не только по боксу Надо просто должное внимание, финансирование, и мы будем всегда на лидирующих позициях А как вы оцениваете состояние украинского спорта? Было, конечно, на вершине, там, одно время И боксеры, когда вот завоевывали там первое, на Олимпиаде первое место вообще командное И там другие ребята подтягивались, фехтовальщики Сейчас немножко упал, конечно С чего начинается ваш обычный день? Смотря когда Если у меня подготовка идет к поединку, я в режиме жестком Я в 5 утра, у меня подъем, и в 6 у меня тренировка утренняя Мы встречаемся с тренировками в тренировочном процессе, или в зале, или где-то на улице И у меня полторачасовая тренировка Затем легкий завтрак, я еще сплю, ложусь еще спать Ну и дальше так А если у меня такой отдыхающий режим после боя, то уже как Отвожу дочку в гимназию, там, и какие-то дела свои А что вы кушаете? Утром овсянку с молоком, ну, такое вот диетическое, у меня расписано там То есть вы сидите на какой-то определенной диете? Не на определенной, она очень жесткая на диете И у меня килограмм 12-13 уходит за сбор Ничего себе И, ну, это правильно, то есть вот вы постоянно Вам хочется, например, какого-то сладкого поесть, что-нибудь? Да, очень хочется, я сладкоежка Но нужно, ну, сила воли, нужно, есть цели, и нужно идти к ним Как бы расслабляться нельзя Будет время, период, будем сладко есть Сейчас как бы нельзя, надо понимать это Я когда готовилась к нашему интервью, вы уже говорили не раз о своей дочке Я очень много видела фотографии, вы просто в ней души не чаете Вашей дочке Чем она занимается? Не хотели бы вы ее отдать на спорт? Хорошая девочка, ну, на спорт, не на бокс точно Ну, не на, например, на гимнастику Она занимается гимнастикой, да, завоевывала медали уже Сейчас она еще танцы пошла, этот R&B, тоже такая увлекается Тоже выступает, соревнования где-то у нее были Болеет за меня, когда я боксирую, переживает очень Ну, а как она вас поддерживает? Ну, вот она приходит на бой, ну, мне кажется, вот посмотреть бой, особенно своего близкого человека, когда, ну, там, они дерутся Ну, она привыкла с детства, что я в ринге и всегда там побеждал Она видит, как я готовлюсь, как я отношусь к этому Она не боится? Она переживает очень, конечно, она переживает, и когда мне руку поднимают, у нее как камень с плеч Падает, и нормально Когда вы выигрываете титулы свои, что она вам говорит? Поздравляет, папуля, ты у меня лучший, я тебя люблю, все самое лучшее, гордится Чтобы иметь потянутое тело, говорят, что нужно 80% правильно питаться, и 20-30% это правильные тренировки Вот вы как к этому относитесь? Вот у вас есть тренировки, есть правильное питание, но что главное вам? Главное то и другое, ну, нельзя как бы отделять одно на другое Питание очень важно, очень важно и вес, и состояние, и настроение, но питание зависит Я, ну, сижу на очень строгой диете, отдаваться спорту, режимить, ложиться в одно время, просыпаться в одно время, питаться, стараться в одно время, тренироваться в одно время, как бы, и тогда будет результат Кроме вас, кто за этим еще следит, за вашим правильным питанием? У меня там целая команда, в кадре я, а у меня целая команда, диетолог, фармаколог, у меня два тренера, там, массажист, и все в совокупности, как бы, мы, как бы, команда, и все идем к одному результату, к моим победам Какие у вас отношения с вашим тренером? Очень хорошие, такие отношения должны быть, очень хорошие, братские, дружеские, и я горжусь этим И уверен, что, ну, что нас еще впереди ожидать не одна классная победа Чем вы любите заниматься в свободное время? Я люблю играть в боулинг, люблю рыбалку, люблю за границей отдыхать, кстати, с дочкой часто ездим Ну, Смальдив недавно пролетел, очень понравилось Ну, в Доминикане понравилось, ну, неплохо, как бы, в Монако неплохо То есть, ну, я люблю путешествовать, узнавать новые страны, там, где я не был, мне очень интересно И беру с собой свою дочку, она тоже любит У вас не было страха покинуть спорт? Возможно, у всех спортсменов этот страх есть? Конечно, неоднократно, когда думал, все уже, хватит, набоксировался Но затем все равно как-то тянуло в зал Пока не думаю о завершении карьеры Может быть, придет время, уже там, объявлю об этом Пока я, ну, действующий спортсмен, у меня есть цели, есть Впереди много титулов, которых нужно завоевать, и мы будем идти к этим титулам Как вы относитесь к запрещенным препаратам, к допингам? Ну, отрицательно, конечно Ну, не запрещенные, поэтому нельзя Как вы думаете, почему спортсмен их принимают? Для чего они это делают, если они знают, что это запрещенные препараты? Выносливость лучше, скорость там, как-то адреналина больше Ну, человек сильнее становится, естественно Я считаю, это глупо, неправильно И обманывать там, обманывать всех болельщиков Как бы это неправильно Я никогда не принимал запрещенных препаратов У меня там в фармакологах все расписано, все четко Все то, что можно, и как бы нормально себя чувствую Кем вы себя видите в будущем? Бизнес пока, бизнес, а может быть политика, посмотрим А тренером не хотели бы стать? Ну, тренером надо жить этим, не знаю, может как хобби О чем вы мечтаете? Стать чемпионом мира абсолютно по боксу профессионально Это что касается спорта А что касается жизни, чтобы у меня здоровые были родственники, все дети И все было хорошо у них Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому